За последние пять лет по всему краю построено и отремонтировано более 150 школ и детских садов. Сейчас одновременно возводится 39 социальных объектов. Любое отставание от графика недопустимо. Деньги в бюджете, по словам губернатора Кубани, предусмотрены. Все социальные объекты должны быть сданы в срок. Давайте посмотрим на реальный текущий статус строительства всех социальных объектов, которые в крае строятся. У нас все тихо, все хорошо, пока мы не доходим до конкретных календарных дат, которые изначально были предусмотрены паспортами строительства. Деньги в бюджете предусмотрены. Все объекты социальные обеспечены финансированием. Ни копейки с них не сняли. Но строй не хочу. Строй не хочу. Все время какие-то причины. Но людям все наши разговоры абсолютно неинтересны. Но неинтересны, потому что они, во-первых, уже устали от наших объяснений. А во-вторых, им нужен реальный результат. В этом году должны быть готовы 12 учебных заведений. Три из них примут детей уже 1 сентября. Свои двери для учеников откроет корпус начальных классов на базе 6-й школы в Анапе. У нас к 1 сентября в городе Краснодаре откроется одна школа на красных партизан. Кроме этого, 1 сентября откроется школа в Анапе на 400 мест и школа «Сериус» в Сочи. То есть три объекта 1 сентября на территории Краснодарского края примут детей. В Анапе сегодня идет строительство школ в микрорайонах Алексеевский и Горгипе. С конца прошлого года на курорте сдано в эксплуатацию сразу 5 детских садов. Еще 3 находятся в работе. Также на совещании обсудили строительство спортивных объектов. В нашем городе в этом году планируется сдача многофункционального комплекса в поселке Пятихатке на базе кадетской школы. Всего же в крае появится 10 новых спортплощадок, 2 комплекса и 3 малобюджетных зала. Также с этого года начинают возведение 10 центров единоборств. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа. Регион.